Бытовые сцены из жизни, узнаваемые типажи и ситуации. В серии под названием «Заветные сказки-работы», объединенные темой русского праздника, застолья. Фрагменты лиц, наряженных в платке женщин, отсылают к полотнам Бориса Малявина, а названия картин напоминают русские поговорки и пословицы. Сама художница признается, что заветные сказки – это сказки особые, эротические. Вот такая настоящая женская красота и эротизм в 25 работах, которые, подобно пазлам, соединяются в одну целую картину и передают самые разные эмоциональные состояния женской души. Я как бы радуюсь вместе с ними. Другое дело, что, может, у меня глаз какой-нибудь уже такой язвительный. Это может быть. И потом, может быть, непривычно смотреть на людей, как они есть. Люди стараются очень огламурить это все. У меня еще как бы была идея антигламура такого, так, чтобы люди стали значительными, мои герои, но не гламурные, а настоящие, понимаете. Настоящие люди такие, наоборот, они красивые, красивые, нравится. Тетки толстые, хорошие, танцуют. Ну, это же классно. На них, извини, я уже повторяюсь, но на них земля держится. На этих вот женщинам. В этом выставочном проекте картины развешаны определенным образом, коллажами. Это задумка автора, которая, по ее мнению, дает возможность создать не столько портреты отдельных персонажей, сколько социокультурный образ времени. Я пишу как бы подсознательно то, что я вижу, что происходит вокруг меня. А потом вдруг это все начинает складываться, складываться, набирать какую-то силу и набирать какие-то смыслы, уже которые я даже не закладывала. Художник же, он просто проводник какой-то там в мире. Он может интуитивно что-то такое сказать, что не скажут ни ученые, ни химики, ни политики. Живопись Милы Маркеловой нельзя назвать злой или язвительной. В представленной экспозиции нет насмешки или сарказма. Это, говорят специалисты, новое веяние реализма. А сама художница видит в своем творчестве отображение настоящих людей, такими, какие они есть на самом деле. В своей цели автор достигает, решая сложные композиционные задачи. Ее творчество, поиск линии и цвета, путь от беспредметности к подчеркнутой вечности, от декоративизма к поэтическому символизму.